ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой следующий ход. Превосходно. Да, Март, что такое? Доктор, к вам молодой человек. По записи? Нет, но у вас свободно, я подумала... Ну ладно, впусти его. Ой, мне кажется, он уже ушел. Куда? Я здесь. Марта, он уже здесь. Как вы сюда... Я понял. Марта. Да, так зовут моего секретаря. Это мое стоп-слово. Что? Ничего, забудьте. Скажите, что же привело великого героя Готэма в мой кабинет? У меня проблемы, доктор. Это заметно. Что? Ну, ничего, продолжайте. У меня проблемы... С вашей семьей? Нет. С вашими друзьями? Нет. С вашей командой? Вроде того, я поругался с Акваменом. Аквамен, это тот самый, который король Атлантиды, кажется, да? Да, он. Как долго вы были знакомы на момент ссоры? Две минуты. Две минуты? Я всего лишь спросил его, это он разговаривает с рыбой? Не лучший способ завести знакомство. Нет. Ну, а вы не думали, что корни вашей ссоры немножко глубже в вашем детстве? Да, наверное, скорее всего, просто Аквамен-козел. Вот так вот точно заявлять не стоит. Вы не думали, что корни вашей проблемы, как бы сказать, вас? Во мне? Да не, я ж Бэт. Именно. Это маска, эти темные тона. Вы закрываетесь. Вы не готовы открыть себя другим людям, своей команде. Маска, это не маска. Это идея. Идея бессмертна, в отличие от человека. И к тому же, она позволяет защитить мне друзей и семью. Вот, уже ближе. Ваша семья. Как вы охарактеризуете отношения с вашей семьей? С семьей? Холодной. Простите, я не хотел вас огорчить. Ну, успокойтесь, вы же Бэтмен. Я не знаю, как вас успокоить. Хотите яблоко? Вот кто у нас хороший мальчик? Возьми яблоко. Не хочу. Ну, слушай, ну, а что если два яблока? Одно за маму, другой за папу. Держи яблоки. Нет. Ну, взрослый вроде мальчик. Ну, последнее предложение. Три яблока. Ладно, давай. Одно за Альфреда. Понятия не имею, кто такой Альфред, но пускай так и будет. Да, третья за Альфреда. Так, вернемся как вам, Эн. Нет, он мерзкий и с бородой. Окей, о чем вы тогда еще хотите поговорить? Флэш. Вы с ним тоже поругались? Нет, я бросил в него батаранку, чтобы проверить, насколько он быстрый. Вы шутите? Нет. Я пробил ему легкое. О боже. Он ползал по полу и плевал кровью. Ну, так он выжил? Да. Вы же врете, да? Он мертв. Да, мертв. Вы же все понимаете, да? Мне об этом срочно надо сообщить в полицию. Да не парься, Гордон в курсе. Комиссар Гордон? Комиссар Гордон. И что он сказал? Ну, наверное, мне пора идти. Пожалуй, да. Смотри, Супермен. Что? Как он это делает, а? Слушайте, Марта, не впускайте ко мне больше никого без записи, окей? Ну, в общем-то, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Хе. А, че? Не узнали меня? Это Денис Оптимистов и вот мой такой новый экспериментальный проектик. Если вам понравилось, то действительно ставьте лайк. Я не буду в этот раз выпрашивать у вас лайки. Просто если лайков под этим роликом соберется больше, то я обязательно сделаю продолжение. Я хочу сделать такой мини-сериал про психолога-супергероев. Приглашать каких-то других блогеров на роли или других каких-то более артистичных косплееров. В общем, посмотрим, что из этого выльется. Просто если вы поддержите этот проект, то спасибо вам огромное. Ну, а спонсором этого выпуска стал сайт всемайки.ру. Всемайки.ру – это огромный выбор одежды и аксессуаров, где я заказал вот эту маечку с Бэтменом. То есть, это по факту спонсор нашего сегодняшнего кустарного костюма Бэтмена был. Да, и по промокоду Киноопти вы можете заказать вещи с 10% скидкой. Ссылка на сайт и промокод будут в описании. Я очень надеюсь, что данный эксперимент вы оцените, ну, хотя бы оцените идею. Я обещаю в следующий раз стараться еще больше для вас. Ну, а пока что зрите в корень. Всех люблю. Всем пока.